вечерний вопросы друзья здравствуйте зачитываю и вы михаил и ваша жена в ссср жили в больших городах если я не ошибаюсь москве и в киеве таки то не ошибаетесь почему после переезда в сша вы также не поселились в каком-то большом городе нью-йорке сан-франциск и так далее мы жили два года в сан-франциск первые два года а решили жить в доме в небольшом городе при этом пригороды в сша часто больше похоже на благоустроенные деревни они на города хорошо и тяжело ли было адаптироваться к такому стилю жизни по поводу вопросов автора этого текста там видимо какой-то вопрос был что я отвечал у меня есть такие мысли на первый взгляд кажется абсурдным утверждение что говорится про нью-йорк что на улицах нет людей то есть можно задаться вопросом какой город тут имеет ввиду автор вопроса нью-йорк или шарлот но я вспомнил видео человека который живет в южном бруклине не на брайтон бич а скорее в юго-восточном бруклине он там ходил по улицам и показывал что людей на них нет это семья который из новосибирска там говорила что в нью-йорке людей не видать меня тогда это удивило но потом я подумал что так действительно может быть то есть и в нью-йорке может быть такое но понятно что если нужны толпы людей тоже где где в нью-йорке они есть и нельзя утверждать что они не ходят там по улице просто это зависит от района и в москве тоже не везде толпы людей наличие людей вокруг может быть и в большей степени важно тем людям у которых нет семьи и детей чтобы не чувствовать себя оторванным от общества у автора они есть может ему наоборот как раз лучше в природе жить со своей семьей в пригороде до пригороде кроме того есть люди которые по каким-то причинам не водят машину им тоже может быть проблематично жить во многих американских городах и пригородах где наличие машины обязательно для нормальной жизни без нее не на работу не в магазин не за покупками не доберешься прага мне кажется может являться примером города европейского типа в сша многие города устроены иначе это правда то есть в них удобно жить перемещаясь на автомобиле они пешком или на общественном транспорте который вообще может не быть соответственно если хочется чтобы было как в европе то в сша нужно искать города европейского типа сша большая страна и найти такие города можно также существует миф что в сша невозможно жить без автомобиля я даже сам на определенном этапе стал так думать но опыт различных людей показывает что вполне можно просто нужно правильно выбирать место жительства то есть такой район город где высокий вокскор и хорошо развит общественный транспорт в сети можно найти статистику по комьют то есть езда с работы на работу как люди предпочитают перемещаться по своему городу есть карты по комьют сколько времени куда добираться можно она сделать определенные выводы в теории так все хорошо в общем лучше заранее анализировать куда ехать также как так так как же так так как также как город может не подойти может не подойти климат расовый состав населения местные традиции например высокий уровень религиозности или определенная религия которая в данной местности преобладает и тому подобное на эти темы и видео легко найти и темы на форумах ну да значит давайте мы вернемся к тому что мы со светой из больших городов и вообще вот это вот большой город с одной стороны и американская такая деревня с другой стороны давайте мы может быть немножко на эту тему поговорим значит что касается семьи самой там история вот такая была давайте я немножко может быть расскажу там из письма которые мы получили уже в имейле история была такая что они очень серьезно готовились они просмотрели очень много видео очень много они многих блогеров смотрели у них там они когда ехали они знали где они будут жить они знали школы в которые пойдут дети то есть так на выбор там ребенок у них один вот куда ребенку идти не было три школы на выбор они хотели приехать посмотреть и так далее что у них не заладилось это физическое ощущение местности то есть они оказались шарлотте а шарлот это в целом место жаркое и влажное но просто они оказались на пике вот момента они на самом этом пике туда приехали и вот он там пишет мне алексей что мало читать смотреть и так далее но когда ты ощущаешь кожей когда ты вдыхаешь это все и ты вдруг понимаешь что ты попал куда-то что совершенно не то место понимаете вот то есть есть проблемы в изучении документальном есть проблемы вот это то что с ним произошло теперь насчет большого города и маленького города шарлотт не маленький город первое второе шарлотт очень важный город это второй в стране финансовый центр там очень много работы где хорошо платят шарлотте там много любой работы там замечательный совершенно даунтаун это красивый город там есть конечно существенный процент населения афроамериканского но есть пригороды такие пригороды всякие люди живут там в разных местах и так далее то есть это не это не проблема даже если у человека с этим с этим проблему то это не проблема куда-то отселиться где такие таких вопросов нет значит про нас давайте мы приехали из москвы мы всю жизнь жили в многоквартирных домах то есть у нас никогда не было дома своего скажем если мои родители например они когда-то жили в своих домах в молодости молодые годы отец вообще есть такой ну не то что село ну райцентр там все жили в своих домах там ничего не было такого чтобы это не было своим домом вот так они поэтому в отличие от нас со света они любили на земле они любили чё-нибудь копать там пропалывать грядочку какую-нибудь там клубничку свеженькую помидорчики там и так далее у них это вот осталось с молодым с молодых лет у нас этого не было никогда такая мы такие уж совсем городские городские с ним со света и и значит что получилось приехали вы в сан-франциско вот вы говорите почему вы не поехали в большой город там нью-йорк и там сан-франциско сан-франциско крохотный картонный городок по сравнению с нью-йорком или там с москвой или даже новосибирск сан-франциско вы даже писать не можете насколько это вообще не город никакой село натуральное село немножко такое веселенькое село там может быть не в один этаж там то есть места где в один ездил в два в три в четыре там и так далее но есть даунтаун относительно небольшой но такой же современный так сказать американский даунтаун и мы по сан-франциско ходили нам жутко было было смешно боже куда мы попали это фанерный городок там где все-все из фанеры но тем не менее тем не менее по сравнению с сан-франциско когда мы выезжали вот сюда вот где мы сейчас с вами ездим у нас приятель жил в сан-и-вэле буквально минут 15 отсюда и мы так по хай-вэю к нему чесали из сан-франциско и когда мы сюда приезжали мы были просто в ужасе здесь люди ходили во вьетнамках на босу ногу в шортах таких покоцанных знаете с бахромой торчащий в майках каких-то высветших там перекошенных там будут вот так никак то есть это просто было что-то я даже словами описать невозможно тот ужас в котором мы находились от этого всего значит и мы прожили в сан-франциско два года жили на съемной квартире в домике таком ну можно сказать фанерном таком найти но там было четыре этажа кстати там было четыре этажа мы по-моему на третьем этаже жили там на кварт на этаже было по-моему две что ли квартиры не понял такой был домик вот мы в нем жили потихонечку потихонечку значит мы начали понимать некоторые преимущества жизни в небольшом доме сначала уже в москве у нас был дом двенадцатиэтажный где мы последние годы жили а здесь так вот немного квартир все такое приватная парковочка у каждого человека маша автомобильчики есть тут парковочка все так схвачено так безопасненько вот заборчик стоит просто так не зайдешь начнут там карточка или код набрать и так далее симпатично потом получилось что работа я описывает своем этом мемуаре который вот там по ссылке под видео есть куча ссылок и вот там есть одна на это дело давайте может быть я на улицу поверну знаете там посветлей а то в салоне у меня темно вот и получила света работу в госпитале стэнфордского университета это вот за спиной метод недалеко там 15 минут и я буквально с разницей в два-три дня она в пятницу получила там работу а я в понедельник получил работу с той стороны залива но вот от того места где мы сейчас с вами находимся но полчаса езды в общем получается так ей туда 20 минут мне туда 30 минут ну и в общем мы сняли квартиру здесь квартиру мы сняли в доме таком ну как вот мы понимали значит трехэтажный дом большой там собственно комплекс был из двух домов бассейн на улице это было для нас по сан-францискем понятием это было нового сан-франциска у нас не было бассейна здесь все дома с бассейном поэтому мы первый месяц на этом чуть не каждый день ходили потом через день потом раз неделю бы но вообще перестали но по всякому случае это было прикольненько вот и жили себе там на первом этаже этаже никого не трогали и нам очень нравилось жить в доме в котором есть уборщицы в котором какие-то садовники приходят там травку тут и там где горит свет подземный паркинг на первом этаже там всегда горит свет там никогда не темно в коридорах горит свет там как какой-то ручей такой искусственный под окном журчит какая-то площадка для барбекю общественная возле бассейна и так далее то есть это все было очень удобно и поначалу мы как тут там нам тут так хорошо мы купили там квартиру когда люди вокруг нас начали покупать дома вот примерно в это же время или может быть там год спустя мы с ужасом думали боже ты стоишь дом это же нужно я себя представлял с какой-то стремянкой что я должен залезть на крышу и что-то там на этой крыше делать там молотком стучать я не знаю там в общем короче меня ужас охватывал городского мальчика понимаете вот ну уже дяденька но тем не менее поэтому понимаете это было страшно но что получилось мы когда жили в этом доме квартире гулять мы ходили через дорогу на ту сторону улице элкамина рил а там уже лос-алтес и в лос-алтесе хорошо гулялась там стояли домики одноэтажные там было темно там фонари только на перекрестках никого вообще людей пусто вообще никаких людей вот и идешь ты гуляешь так тихо спокойно замечательно нежели например гулять вот со стороны маунтинью где мы жили мы на границе жили там где много таких же домов как наш таких многоквартирных какие-то люди машины фильм какая-то суета для прогулок это было не то место и вот мы в какой-то момент нам человек который подсчитывал наши налоги он нам сказал ребята квартира при ваших доходах это ничто у вас нет списаний вы платите налоги практически на всю катушку вам нужна более дорогая недвижимость и мы сказали себе ну хорошо давай искать более дорогой недвижимость а время такое каждый год доходы росли по этим мы думали квартиру купим будут списание купили квартира зарплаты выросла серьезно выросла короче мы так вот и купили этот дом больше из-за того что нам как-то не знаю пожадничали что ли даже не знаю нам сказали надо дом мы пошли купили дом и дальше уже вот эта жизнь в селе знаете она стала все более и более и более привлекательный то есть я не могу сказать что это произошло быстро я не могу сказать что у нас не было какого-то сопротивления внутреннего которое мы преодолевали абсолютно было сто процентов и даже сейчас я вот где-нибудь еду смотри какой-нибудь дом красивый такой дать там как быть многоэтажный там я бы вот в таком бы доме жить потом думаю боже как же там жить значит к вопросу большого города маленького города этажности и так далее я могу сказать что у нас были знакомые ребята которые были тоже из москвы казалось бы там из большого города и они приезжали в америку и у них была мечта купить собственный дом и они копили они себя откладывают нас были друзья хорошие они они жили как но просто знаете только что вот там с помойки еду не приносили пойти ну то есть в чем два инженера хорошо зарабатывали я тогда не понимал чего не так живут то бедно они снимали к это ужасное жилье но ужасно а мы работали с ним одно время вместе так общались и потом до меня дошло онику они хотели купить дом вот они они купили дом я думаю боже для того чтобы купить дом люди вот так себе во всем отказывали там это то есть для нас это было абсолютно таким натуральным естественным мы и не хотели но вот куда было деваться вот так уже вышло поэтому возвращаясь к вопросу значит на большом городе маленьком городе и так далее значит америка страна где жить в сабербс гораздо комфортнее чем в городе просто комфортнее ты можешь выйти погулять и ты не боишься что где-то тут по голове ты ну как сказать ты живешь у тебя чистый воздух совершенно совершенно другой вообще вот это ощущение расслабушности не хочется в городе если у тебя появляется возможность в городе жить или вот так вот жить вот как мы сейчас едем с вами хочется жить вот так почему потому что ты пришел к себе домой никто не шумит никто не стучит не играет нигде чужая музыка там какой-нибудь фортепиано там или что-то ты в абсолютной тишине и тебя как бы оставили все в покое вот может быть если человеку там 19 лет может быть ему хочется совсем другому но если у тебя семья дети ты хочешь отдохнуть ты там напахался так удобнее другой момент состоит в том что если бы например мы жили в сан-франциско вот допустим там же где мы жили когда приехали если бы мы работали там не знаю в 15 минутах езды от города это значит что мы должны были бы потратить на дорогу но может быть даже и не час но 45 минут потому что за городом быстро а вот по городу это нужно ну я не знаю вот так если без трафика может быть пять минут езды а вот так как реальность поедешь в то время когда все едут это может быть и полчаса легко ты будешь стоять на всех светофорах ты будешь скажем тот же сан-франциско ты будешь ехать по улице вот по такой как это только полоса будет существенно уже и ты будешь постоянно чувствовать что сейчас так вот отцарапнешь или там зацепишь на каждом перекрестке на каждом пешеходном переходе или без пешеходного перехода там улицы там полные улицы людей и они норовят перейти дорогу в абсолютно любом месте они даже не смотрят сторону автомобиля если смотрят это русские ну или китайцы надо они просто не глядя идут и у тебя постоянно сейчас это на кого-то наедешь налетишь то есть для нас например езда по сан-франциско вот отсюда когда мы приезжаем мы ездим но раз месяц железно ездим бывает чаще это такое напряжение это представить себе там негде запарковаться то есть запарковаться проблема здесь нет проблемы паркинга здесь масса проблем которые в городе это просто вот ну ну со всех сторон здесь вообще нет этих проблем ты едешь на работу у тебя нет проблемы где запарковаться на работу здесь а в сан-франциско есть Я уж не говорю о том, что это денег стоит, но бывает, что и за деньги нет. Ну, в общем, масса-масса таких городских неудобств. Вот, поэтому, да, в городах труднее со школами, потому что там люди более, как сказать, перемешанно живут. Поэтому, если стоит школа, то там будут дети и из районов благополучных, и неблагополучных. Вот там на весь Сан-Франциско, high school, я не знаю, сколько там этих high school. Есть одна такая элитная, как бы, high school, куда не всех берут, Lowell называется, она такая очень эксклюзивная. Туда далеко не всех берут, там надо хорошие отметки иметь, там, и так далее. Вот она, вот одна приличная, а больше нет. Понимаете? Вот мы приехали, и у нас дочь туда не могла поступить, потому что мы только приехали, она не успела еще отметок набрать хороших там в школе. У нее просто history, вот этой рекорда не было. Ее туда не взяли. Она должна была идти там в локальную, там, так называемую, Вашингтон-хай, которая, в общем, она не была какой-то уголовной, но, в общем, она не пользовалась хорошей репутацией отнюдь. Вот, поэтому... А здесь-то? Это же большая разница. Очень большая разница. Здесь школы хорошие. Да, поэтому американцы любят селиться в сабербс. И новые иммигранты потихонечку становятся тоже американцами, ну, в понимании жизни и так далее. Мы же, как бы, все люди живые. У нас у всех ценности похожи. Вот, поэтому... Насчет водить машину, не водить машину. Я бы вам так сказал. Есть города, где можно обходиться без машины. Вот, например, можно без машины обходиться в Сан-Франциско. Но в Сан-Франциско нормально жить без машины тоже нельзя. То есть обходиться можно, нормально жить нельзя. Можно иметь там одну машину на семью и пользоваться ей раз в неделю, чтобы куда-то поехать на выходные. Но так, чтобы вообще не иметь, это я не знаю, кем надо быть и какой образ жизни вести. То есть я знаю людей, которые так живут. Я их знаю лично. Но как-то я все думаю, ну, смотрю на них, думаю, ну, когда же у них машина наконец появится? Ну, что же это такое? Что же машину-то не иметь? Ну, что машина? Это недорого. Ну, в общем, выживать можно, нормально жить нельзя. Ни в Нью-Йорке, ни в Сан-Франциско, ни в Лос-Анджелесе. Там нельзя без машины. То есть обойтись можно. Есть какой-то транспорт. Больше того, вы можете поселиться там, где вам удобно. Я не знаю, там возле университета, возле работы, где вы там где-нибудь вот так. Или чтобы там транспорт какой-то шел городской в это место. Все это можно. Но это из области выживания. Это не из области жизни. Поэтому, что тут сказать. В Сан-Франциско хороший транспорт общественный. Я ничего не скажу. Но вот, например, в Кремниевой долине, где тоже есть общественный транспорт. И электричка есть. И такое, как бы сказать. Ну, всякого. Всякого много чего. Но долго. Ты же не можешь всю жизнь. Вот если, скажем, на машине. Я вот сейчас еду домой. И у меня это занимает там 15 минут, 16 минут, 17 минут. Если бы я то же самое попытался проделать на общественном транспорте, у меня бы заняло полтора часа. А жить когда? Поэтому вот этот разговор про города с общественным транспортом. Я даже не знаю. Мы жили в Москве. У нас не было автомобиля. Ну, последний год появился перед отъездом. Так мы пользовались транспортом. Ну, так мы же никуда особо-то и ничего. Но вот на вокзал, там на электричку. С электрички на автобус там. Понимаете? Но это же не то же самое, что на машине. Даже за грибочками. Поэтому так вот. Я не знаю. А вот что? А вот сейчас в Москве без машины нормально можно жить? Вот по сегодняшнему стандарту. Ну, ладно. Мы там при большевиках, там машин ни у кого не было особо. Но сейчас. Неужели вот сейчас не иметь автомобиль в Москве, это можно сказать, что это нормальная жизнь? Я даже не знаю, что сказать. Вот такие у нас воспоминания. Но я хочу сказать, что люди, которые сегодня живут, сегодня приезжают в Америку, а у них совершенно другое отношение к автомобилю. Практически все водили там, где они, там, вот откуда приехали, там они все были водителями, права практически у всех есть. Поэтому другой мир. Вот я еду на машине, там, и все следят там за дорогой, за тем, за всем. То есть я... Водители сидят, не просто люди, которые в окно смотрят. Я же вижу по комментариям, сидит народ, который водит. Но это другая страна в этом смысле совершенно. Понимаете? Та страна была не страной водителей. А наоборот, страной пешеходов они даже не понимали. Вот. Так что... Когда у меня в Москве машина завелась, так я начал обращать внимание, кто сидит за рулем. Вот у нас во дворе, у нас во дворе было много людей с автомобилем. Я просто... Я никогда не знал, кто там едет. А тут уже, когда ты в машине сидишь, так ты видишь всех. И рукой помашешь, там, и еще что-то. Но вот ментальность, так сказать, вот пешехода... Мне даже не интересно. Я как-то... Я даже не видел, кто там, чего там. Понять не имею. Вот. Так что... Такие наши вот воспоминания. А что касается вот, значит, семьи из Новосибирска... Как я в самом начале уже сказал, они были подготовлены лучше многих. Понимаете? В этом же и... В этом же и парадокс вот этой их истории. И поучительность вот этой их истории. Почему я хотел ее вам рассказать, показать. Я еще не знал тогда тех деталей, которые сегодня знаю из их письма. Вот. Но они были подготовлены лучше многих. Они просто... Вот этого физического ощущения у них не было. Вы можете сказать, но они же могли по климатической карте посмотреть. Какая влажность, какая температура, в каком месяце. Наверное, могли. Наверное. Может быть, даже и смотрели. Может быть, даже люди говорили, но они их не услышали. Понимаете? И не то, что вот они такие, а мы с вами не такие. Мы с вами тоже чего-нибудь да не услышим. Я так точно. Вот. Я в своих мыслях все время. Мне трудно так вот усекать. В общем, все, ребят. Я домой приехал и отправляюсь делать ваше видео. Счастливо! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok